Кстати, а тебя слышно, как у меня холодильник там шумит? Нет. Ну и слава богу. Так, я тебе прислал, если чё, ссылку, так, всё, я в принципе запись. Угу. Плохо слышно стало. Тебе плохо слышно меня стало? А нет, это просто было эхо. Ага. Там главное его не открывать, да, а то мы будем слышать себя. Вот. Сейчас народ вроде бы будет потихонечку подключаться. Народ, кто нас слышит, кто нас видит? Ладно, никто нас не видит пока что. Короче, кто слышит? Напишите, как нас слышно. Как слышно музыку? Я решил немножечко на задний фон что-то поспокойнее выбрать. Будем надеяться, что будет всё хорошо. там слышно. Так. Погромче пишет человек. Сейчас сделаем погромче. Там музыка сама вся тихая. Я думаю, блин, знаешь, что не нравится в музыке, то, что там плейлист какой-нибудь есть. Там одна тише, блин, другая громче. Одна опять втише, а потом опять громче. И в итоге там что-то среднее приходится выбирать. Вот. Ну ничего. Данил, как тебе? Нормально музыка? Сейчас мы ещё экран расшарим. Вообще будет отлично. Если у кого есть вопросы к художнику, уже можете их задавать. Я их постепенно буду зачитывать, перемешку со своими, как обычно. Вот. Сегодня у нас будет поэтапное рисование. Но мы сейчас пока дождёмся всех остальных. Можете наливать себе чая или что вы там пьёте, когда смотрите подобные стримы. У нас сегодня будет, как обычно, часа два примерно. Ну, кстати говоря, если что, если тебе надо будет отойти, ты говори. Окей. Сам звук тихий, стоит звук на максимум, но голос тихий, а музыку вообще не слышу. Ребят, эм... А, сейчас, погоди. Это я свой голос-то уменьшил, потому что у меня... У меня холодильник жужжал. Так, вот я всё повысил, короче. Ребят, как сейчас со звуком? Тут ещё задержка. Ой, я слышу этот дыхание Дарт Вейдера. Ребят, если вы слышали дыхание, напишите это. Это хороший знак, на самом деле. Ага, пишет, вот другое дело. Супер, Данил. Спасибо за обратную связь. Так, ну чё? Антон пишет, отлично. Вот. Сейчас все должны были это слышать. Ха-ха-ха. Вот. Ну, на самом деле, да. Лучше слышать всё, или даже лишнее, чем не слышать вообще. Вот. Поэтому здоровски. Ну чё, потихонечку будем начинать. Все остальные, я думаю, подтянутся. Да, всем привет. Привет всем, кто смотрит нас ВКонтакте, с Ютуба. Привет подписчикам, опять же, Вовы. И будем сейчас потихонечку начинать. Вов, ты как там? Готов? Да, в принципе. Ну супер. Давай сегодня сначала расскажем, что у нас будет в процессе, да, что сегодня будешь показывать. Вот. И потом расскажешь свою историю, потому что мы истории любим. Вот. Давай. Чё сегодня нас ждёт? Немножко порисую. Расскажу некоторые там нюансы. Как оно получается у меня. Это, да, это хорошо. Ну всё, давай тогда постепенно приступай. Да, может быть ты будешь что-то набрасывать, может быть ты пока подождёшь. Но нам интересна история. Как ты вообще стал таким, как, ну ты понял, да, таким вот. Как это вообще? Это ж наверняка дар какой-нибудь, да? Ты же стопудово не тренировался часами, днями. Это дар вот так. Опа! И ты умеешь. Такого не бывает. Вот блин. Ну ладно, давай рассказывай свою скучную версию. Как ты стал таким крутым художником. Ну ладно, ну как и все, наверное. Ну-ка, это как? Ну да, я ещё с раннего детства заниматься приношу. Угу. Потом как-то забросил. Угу. Вообще не думал, что это продолжать. Ну, после школы я поступил на степут на дизайн. Угу. А чё за дизайн? Визуальная коммуникация. Это графический, типа? Нет, это как бы чуть-чуть другое направление. Ага. Оно больше связано там с 3D. Ага. А чё там в итоге, допустим, человек выпускается, он чё делает? Всякие ролики рекламные. Угу. Так. Рекламные ролики. Ну, по сути, похоже на графический дизайн чем-то. Говорят, Вова плохо слышно. Ребят, правда Вова плохо слышно? Или... Или нет? У тебя, кстати, как там звук? Нормально настроен? У меня, да, вроде бы. Угу. Ну, ладно. Если будут ещё жалобы, тогда мы сейчас пофиксим это как-нибудь. Эээ... Так. Ну, давай. Хорошо. Реклама, значит, по итогу. И чё, ты решил не делать рекламу? Или чё? В итоге я решил, что мне это неинтересно. И бросим было на третьем курсе. Ага. А оставалось тебе сколько доучиться? Два курса, четвертый и пятый, это магистратура. Ага. Я решил, что это не то. Ну, я уже постепенно уже понимал, что такое свежее уже даже в то время, когда учился. Угу. Ну, это совсем две разные вещи. В общем, мы получали в институте. Угу. Получается... Ты чё, хочешь сказать? Ты даже не жалеешь, что ты бросил? Нет. Наш человек. То, это... это дело такое. Понимаешь? Я не буду говорить сейчас, что, если ты тогда плохо там, и так далее. Угу. Ээ, да. Угу. тебя спрашивают и ты поступил в хн эту обалдеть так а слушай а чё ты вот город я не запомнил какой-то те интересный город вконтакте написаны как он звучит да это чё это где украина звучит так это мощно как будто там какая-то америка на самом деле ну ладно здорово с названием у вас все нормально так и чё в итоге как ты стал крутым художником это недостаточно я так понимаю бросить универ для этого вот я и решил что я буду просто очень плотно заниматься рисовать полностью все время свободно выделять я уже там же понимал что получится в принципе слушает здорово что ты заранее это знал просто тут же такой момент как ты себя обеспечивал сколько тебе потребовалось времени чтобы выйти на такой но я не знаю на такой уровень так скажем да где-то полтора года ну да там обучали дело-то в чем смотри по сути у меня вот сравнивая со своей историей я тоже выпустился да это же там был рисунок и живопись но там по сути так такие знания давали что там даже базовыми не назовешь их и мне пришлось три года там самостоятельно обучаться чтобы выйти на нормальный заработок чтобы на нормальные фирмы работать над нормальными проектами вот а какую-то у тебя вышло как-то это время все жил на что так скажем полтора года два раза быстрее чем я обычно работаю обычно это по специальности или по рисунку было даже по специальности не по институтской а общих художественных хорошо так ну чё не будем мучить кошельными вопросами тут будет тут говоришь это юг украины это евгений штульберг ты его знаешь да наверно да иначе вон это не узнал тебя наверно так да он спрашивал куда-то поступил так ну супер хорошо давай расскажи что сейчас делаешь как это называется у тебя какая-то уже есть в голове такая идея что ты будешь делать или ты просто сейчас могут расслабляешься а часто начинаешь с маленького допустим такого свечиком и несмотря на это ты делаешь это пока все на разных слоях то получается что ты ну ты делаешь обычно один вариант или или сколько чтобы желательно всегда делать несколько чем больше а примерно сколько хотя бы 34 ну так каждого недолго делается до от 3 до 5 наверное спрашивает а он рисует на бумаге сейчас на бумаге рисуешь нет нет ну ты чё мог сказать ну да конечно же смотри какие у меня карандаши классные ты знаешь честно говоря перед стриму хотел такой вопрос задать типа шуткануть думаю сейчас скажу давай начнем с самых сложных вопросов не знаю увлекаешься ли ты рисованием было подумал дума не но слишком но нет такие вопросы в принципе показывает практика нормально заходит а вообще на бумаге в традишке рисуешь просто такая речь зашла вот всегда хотим рисовать маслом живопись так это пейзаж ты чё а ты на пленэре был вот у нас не было в институтах вообще в институте как бы пейзаж всегда рисовали портреты а практика у вас была летняя и чё вы там не уходили на пленэр ходили но рисунок карандашом а ты хотел именно маслом на пленэре блин ты знаешь я тоже хотел совсем недавнее время потому что я выхожу на пленэр смотрю мне прям по кайфу вообще и но я рисую ручкой там шариковый самый простой а потом подумал блин а если бы я вот так вот взял сел и рисовал акрилом там ухать хотя бы потому что маслом я вообще не знаю но это очень тяжело конечно или на айпаде за 70000 правда опасно с таким атрибутом выходить но вообще это по моему самый крутой был в пленэр если так вот берешь айпад со стилусом от вакуума ну то есть специальной модель там по моему такая ipad pro вообще был бы класс а хотел бы ты знаешь проблема вот в чем на самом деле синтик попробовать где-нибудь порисовать это я не знаю ты может быть у тебя в городе есть таких арт тусовки сходки где могут бы могут выставить синтик для того что просто ознакомиться но опять же в рекламных целях чтобы человек порисовал захотел его купить но у нас такое было один раз вот на моей памяти самаре и я потом думал блин а где мне попробовать его чтобы купить есть такой вариант типа можно заказать в какому-нибудь днс там или дорадо но не знаю в любом магазине вот и там же в магазине его привезут и дадут тебе проверить ну типа в надежде что ты купишь вот ну то есть это кому нужно попробовать таким вот образом только нету у вас нету вообще индустрии нет абсолютно ближайший город где можно найти работу ты имеешь ввиду студии нет у вас да а как ты расскажи кстати давай все-таки тебя помучаем опять этими вопросами про деньги как вообще ты там живешь выживаешь твой опыт полезен будет так еще раз как называется айсберг games да нет альтер а альтер games альтер games концепт художник делаем игру партизаны советских партизан делаю концепт и пробор ты ну получается антенна аутсорс или или это как у вас называется аутсорс понял тут спрашивают уточняет про бумагу типа он рисует на бумаге да вот этот плане он вообще рисует ли на бумаге вообще на бумаге рисуешь нет а ты считаешь как вообще для развития это обязательно тренировать допустим наброски на бумаге или или нет ничего не поделаешь я думаю ты были такие зарисовки поделал тех же пейзажей даже но как бы если будет скидывай мне будет интересно посмотреть так еще вопрос что привлекло его в рисовании и что сподвигло его стать живописцем если так если что я только пришел потому не знаю задавали такие вопросы такие в принципе не задавали ну давай жги сам интересная история вода вода мы любим истории вот она вот она что слушай да ты прям мне кажется у многих реально такая вещь что поиграл вдохновился а ты захотел чего в итоге рисовать или рисовать для его свой сталкер свой интересно 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 и как как ты сделал свой stalker а чё сделал но втянулся да уже вот так вот этого сколько те сколько было лет но в принципе это были какие классы давай так начальные линии или средние но это там ближе да к среднем но я просто в то же время дома примерно с тобой у нас год разница по возрасту я тоже примерно в это время stalker а как узнал так и я все части захотел по узнавать такой еще момент не могу не заметить это очень важно в нашем стриме по рисованию ты на меня на год младше но выглядишь старше прям это я бы дал тебе наверно лет 27 прям таких твердых слушаю тебя уже фотка получается сейчас люди уже не понимают что-то там по этой фотки пытаешься из нее что-то пытаешься из этой фотки сделать вид что это ты сам нарисовал кто только что пришел понимаешь так что вот мне точно видно фотка а ну вот вот так вот хорошо вот ты расскажи как-то подходишь к этому так сказать процессу первый этап у тебя что быстрее скетч до какого момент до момента чтобы определить это главные части в работе композицию наметить вас следующая плановый спонт делишь на плана до передней там средней дальней желательно впереди тоже делить а у тебя кстати он уже в принципе есть в левом правом какой в левом нижнем краю ну там как бы эта земля получать что как бы через вот этот передний план будем в картинку ну и я не буду это вмешиваться ты там делать как 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 ты видишь вот здорово получается потому что реально издалека тоже как бы все готово вблизи такие мазки прям есть текстурными кистями расскажи вообще чё чё по текстурным кистям насколько они тебе помогает довольно сильно так подробней что гламурный цвет такой бумага так вот у них отсутствует смешивание цветом сейчас динамика цвет то есть там слегка меняется тон и может быть цвет как ты думаешь если ты допустим обычными ну обычный круглой жесткой кистью это делал у тебя было бы но не знаю то же самое только дольше если настройках посмотрите всегда добавляю шум так шум важный край важно важные края это как в акварели по моему прям тоже что такое я настраивал кисть какой-то а я главное смотрю да у тебя еще текстуры добавляющие двойную кисть и динамик цвет короче там все галочки легче сказать что ты не добавляешь а я думал ты в конце добавляешь шум через мягкий свет какой-нибудь вот оказывается ты просто текстурными кистями сразу так рисуешь было раньше я добавлял шум сейчас просто нет уже так понял тут спрашивает если какие-либо секреты или советы для художников ну давай самые такие хитрые которые ты так скажем который тебя больше всего удивили вот секрет может даже не секрет так натягиваешь текстуру до интересно кстати тоже когда вот я пытался фотку нить накинуть давно уж прям к начинал я даже не думал что текстуры там по форме как-то надо растягивать да вот это заморачиваться то зачем вот на самом деле нужно иначе это будет выглядеть плоско даже если это просто ну бывает такое что уже совпадает ракурс допустим холм текстуру холма ты берешь на холм как раз том же ракурсе накладываешь ну тогда да вот в основном конечно лучше под заморочиться и в итоге сэкономит время потому что исправление будет меньше я пока еще зачитаю вопросы слушай а ты кстати говоря ты где-то учился или или ты сам сам очка там я не знаю я сам учился на курсе я не хотел 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 я вот сейчас уже не пойти на какие ты хочешь а ты для чего какая у тебя там задача который ты хочешь с помощью 3d ну сложно какие-то объекты ты имеешь ввиду наверное но ты не пейзажа сейчас говорит имеешь ввиду верно ну хорошо куда куда бы хотел какие варианты у тебя есть может просто же кто-то хочет 3d поддержку освоить мне нравится сейчас курсы джаммы очень сильно джаммы ну в принципе да джама там конечно опыт у него все-таки в кино в киноиндустрии а ты для себя хочешь или ты хочешь потом как-то работать в таких что ли жанрах что ли я не знаю как сказать я думаю что рано или поздно все равно если кто-то даже просто для себя хочет если будет так хорошо получаться там хочешь не хочешь предложит работу и в итоге это не перерастет но это хорошо считаю окей так тут пишет подписчики последний комментарий я тоже свое время фанател от сталкера но вдохновился рисованием а именно коми журналами мурзилка в далеком детстве ну как вариант мурзилка я тоже так выполнен начальных классах звучало хорошо мурзилка как мурозилка но я так и не понял что это такое там может это имя чьё-то вообще я даже не знаю еще хотел вспомнил закусы крутейший курс марка колобарева он тоже стоит у меня есть знакомые которые проходил курс очень советую да блин марк вообще таких речей рассказывает что я их мало где слышал на самом деле то есть от него бывает такое услышишь непонятно как такой пацан да ну он как бы нашего возраста понятное дело но все равно он уже там умудрился так выбиться что его советы в принципе плохими быть не могут вот поэтому да я бы тоже посоветовал кому интересно марк ну и джама да 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 тут такой вопрос бывало ли смешные или забавные случаи в творческом пути мне тоже такой вопрос всегда нравится мне нравится ну может быть смешная история с заказом может быть не смешная но тоже такая поучительная может заказчик хотел я не знаю за три копейки чтоб ты им что-то сделал вот когда это стоило там в сто раз больше или или заказ был вообще трешовый такой что тебе даже стремно было взяться за него трешовый автомат и автомат и ну ка чё там предлагали слоты рисовать давно это было самое жесткое это было самое жесткое и как ты согласился да так ты погоди ты нарисовал им автоматы я их не доделал не хватило чьих нервов не хватило твоих или заказчика моих так ну а заказчик был доволен я не доделал эту работу ага вообще не стоит с ними связываться потому что они постоянно будут припеваны ммм с автоматами не стоит связываться или с заказчиками с автоматами или с заказчиками которые с автоматами сможет и так да вот с такими ребятами лучше уж точно не связываться а у меня был случай когда значит еще как сказать я еще не принял заказ да мы еще только обговаривали условия и мне уже заказчик там а если чё ты где живешь а если ты типа а если чё я тебя где найду ага ну ты говоришь ну хорошо я тебя найду если чё я говорю ну спасибо конечно чувак но по моему ты уже просто с первых минут такое произвел впечатление что с тобой не только я работать не буду так еще и другие ну я им дал пару советов на будущее как лучше не стоит а потом он такой да нет парень погоди мы ребята мирные да все нормально я говорю ну уж извини первое впечатление второй раз уже не произведешь поэтому на будущее просто учти и все так вот короче это с автоматами да я смотрю ты из земли умудрился просто щелчком пальца мог сделать волшебство или чё там я просто а ты траву сделал или чё вот здесь я а ты кстати всегда так делаешь да я всегда наложу поднись какой-то либо текстур либо просто разли какую-то коричью а потом уже прессовывать сверху трубы ну так как как бы больше смешивания цветов и больше там оттенков всяких ну вообще да интересный случай как сказать способ потому что где-то же она гуще да где-то наоборот и там чего стирать чтоб там белое было лучше конечно стирать чтоб там была земля вина очень интересный эффект надо будет взять на вооружение а вот допустим как-то задним фоном решишь тоже там не знаю накидаешь фотки или цветом покрасишь или или как ты то есть например деревья там не были еще ничего не такое давай тогда идем да там покажешь там уже будет видно ты еще особо не определился полностью чтобы делать такая штука очень очень сложно разговаривать я понимаю да я согласен я поэтому стараюсь не пересматривать свои стримы потому что я там так туплю наверное прям жутко слушай такой вопрос а у тебя сейчас какое разрешение экрана ой экрана я имею ввиду холста 4700 ааа нормально так я просто думал что то что ты сейчас все еще в маленьком разрешении рисуешь да и потом подумал а как же ты текстуру то она же вся фиксеринг будет а нет все я просто пропустил а вот и сейчас кстати хочешь сделать небо типа тучу или что наверно все таки темтое какое то сделать что атмосфера ну да выглядит кстати действительно атмосферно как как твоя картинка которая на превьюхе к этому стриму она прям такая знаешь как будто там гроза сейчас вот там сейчас так ливанет чувствуется прям такое напряжение небольшое в воздухе так теперь вопросы так посоветуешь ли устраиваются в любой геймдев или же искать вакансии по интересам ну типа смотри мобилки да это тоже геймдев вот и как вот ты бы сделал смотря какие приоритеты в жизни да сейчас это читается ник подписчика night мэр ночной кошмар какие у тебя приоритеты в жизни чтобы мы точнее ответили нужно заработать можно идти конечно в каразисе в любой конторе можно получать ты говоришь деньги получать или или чё ты имел ввиду деньги и опыт но в принципе да просто пойми ведь вопрос тут на самом деле такой актуальный для многих потому что я когда думал ну все я созрел сейчас пойду как устроить день в самаре наверняка же есть и к сожалению есть просто есть такие некоторые у нас у нас там их всего лишь там три штуки по моему и две из них такие что ты думаешь господи а как они вообще существуют потому что ну а кто в это играет в такого качества мобилки где знаешь все цвета ядерные все в пикселях как будто это дэнди дэнди там 90-х годов я просто понять не могу они в каком веке живут как они в этом веке выживают ладно они там живут в своих 90-х но в этом то как и если туда пойти работать это вообще напрочь отобьет желание не то что рисовать а на рисунке смотреть даже на нормальный мне кажется поэтому я в принципе могу понять подписчика вот подписчик говорит я тоже думаю что опыт намного важнее просто расскажу такую историю тоже слышал выступал не помню кто ну не суть короче человек из геймдева так скажем говорил то что опыт работы с дураками не сделает вас круче потому что есть такие тупые компании где там руководство просто больное ну это не мои слова это человек который там эйчар где-то в какой-то компании он уже знает он там с другими эйчарами общается ну соответственно да они там в этой среде варится и говорит то что не всякой не всякий опыт будет полезен и хорош к сожалению да мне тоже хотелось бы верить в это но дисциплину мне кажется прокачать можно устойчивость какую-нибудь стрессоустойчивость возможно тоже а может наоборот психика пыша отнялся после такого не знаю вот ну лучше мне же все-таки себя прокачивать самому чем таким способом самому то что нравится делать ты имеешь ввиду да я соглашусь правда денег это конечно до поры до времени приносить не будет потому что пока вы учитесь но так хотя бы желание не отобьется рисовать хотя бы ну а там уже глядишь и появится какая-то работка потом еще и еще то есть этот момент я считаю что надо переждать пережить и помогать пережить по сути любимое дело если оно действительно нравится то это поможет если чисто ну как бы рисовать ради денег ну можно конечно если сможете вы терпеть там прижиться это наверное здорово тоже с какой-то точки зрения иван стан спрашивает эллипхан геймс в самаре да и в самаре есть и во многих других городах меня даже туда звали ну как звали предлагали мне там знакомое есть работает ну там фотобаш был на той позиции куда меня звали а мне как бы фотобаш не был интересен поэтому но сначала я туда конечно очень долго пытался устроить поэтому вот и кстати вот расскажи ты как быстро устроился или пришлось перебрать кучу компании прежде чем тебя взяли или чем как у тебя было все-таки тяжеловато ты имеешь ввиду ты в другие пробовал там отказывали а в этой а в этой как-то там тестовая сделала сделала кстати вот пришли вот просто пошли работать пошли в смысле они обратились к тебе овощи здорово а как они тебя нашли на ммм game.ru точно есть такой сайт это резюме оставил да и они как сказать или ты откликнулся на их вакансию я вот уже точно не помню наверное я все-таки написал там откликнулся на вакансию где-то кодным там ну это да ребят для тех кто геймдевы ищет работу геймдев точка ру есть такой сайт пожалуйста это лучше чем какой-нибудь иллюстраторс точка ру потому что где иллюстраторс да там в основном детские какие-то мужзилки да вот эти вот будем считать так раскрашивать и еще что такое за 50 копеек иллюстрация там вот а геймдев это все-таки посерьезней и больше по нашей тематике что ли а хотел бы ты вообще в геймдеве применять вот свои навыки живописи рисования да ну потому что концепты это понятно а вот именно вот такие вот как ты делаешь что у тебя в портфеле лежит так я и практически не применяю не в работе да всегда за мою стилистику не воняю не делаю как ты да то есть у тебя пока не было шанса проявить себя вот именно вот как ты рисуешь в этой работе или было именно так вот там прям сильно так вдаваться нет но все равно я как-то рисую как-то живописи своей работе ну 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 в принципе да будем ждать когда к тебе обратятся именно прям по твоей этой как сказать по твоей тематике мне кажется ты вообще там больше кайфовать сейчас вопрос Nightmare пишет видел на днях вакансию которая требовала от художников все и даже собственный графический планшет АЗП было как у разнорабочего в пятерочке не ну собственный графический планшет они могут требовать если ты работаешь с ними на удаленке вот но если ты прям в студию хорошо что комп свой собственно не потребовали вообще классно а то его знаешь я бы свой так сказать не смог бы стационарный туда каждый день а то что как сказать зарплата такая как у разнорабочего это конечно там ну представь себе да рисуешь ты несколько лет на тебя ну блин а чё в пятерочку не пойду там вообще можно активно двигаться это вообще полезнее для как сказать для здоровья да а чё сидеть вот тут вот блин на месте он пишет Иван Стан работал там вот эти цвета просто ядерные работал он видать в Липхант Геймс как если он про это ну кстати говоря тоже от Липхант Геймс как пример я посмотрел какие игры есть не только там такие но такой жанр как называется ты можешь знаешь социальные такие игры где показывают там вход в комнату да ты вошел в комнату открываешь дверь просто дикий срач найди там какие-то пять предметов я не знаю ну как нахрен там ведь композиции получается никто даже не слышал потому что я сейчас это не про Элипхант Геймс а про жанр игры вот что найди это конечно круто наверное искать но это в реальной жизни блин интереснее когда ты должен быстрее выйти тебя там ждут люди допустим а тебе нужно найти джинсы вот я сегодня пытался найти джинсы ты знаешь с каким трудом я их искал а ты знаешь что я их так и не нашел вот этой вот это настоящая игра капец хотя казалось бы где мне джинсы потерять вообще ну вышел я в штанах чтобы никто ничего не подумал вот все таки это в жизни интереснее чем в игре точно так же как игра такая тоже где-то блин и видел в какой-то компании припаркуйся блин что-то как-то так она называется нужно припарковать тачку там еще много других тачек ездит там затыки туда-сюда там что-то там все друг другу мешают блин и опять же в жизни интереснее только в жизни интереснее за счет чего ты рискуешь реальной своей тачкой ты можешь разбить припарковать где-нибудь на колодце там я не знаю а какие у нас дороги в игре ни в одной такой не передадут вообще ребята как можно менять свою жизнь на эти игры я просто не понимаю ну живут как-то зарабатывать деньги значит можно ну ладно значит есть потребность спрос уже у тебя прям там ливень прям обрушился на поля а ты задний план специально делаешь темнее да ну типа на переднем плане у тебя нету тучи а получается задний план как раз это тень от тучи или как ты хотел не понял вот смотри бывает же такое что допустим передний план и задний они светлые а средний где что-то происходит темный да и он так выделяется хорошо по планности у тебя наоборот получается да передний план затемненный ну как бы вход в иллюстрацию задний тоже затемненный вот и средний у тебя такой освещенный тоже довольно часто встречается такая вот схема но в данном случае я имею ввиду я правильно понял твою идею или или как ты еще будешь менять возможно ты еще окей так ребята напоминаю что ваши вопросы всегда в приоритете спрашивайте особенно если есть что-то веселое это вообще будет здорово нам чем веселее тем интереснее у тебя кстати рев да я смотрю слева справа это у тебя там слушай ты хитро сделал ты пью рев закинул да и свернул окно фотошопа чтоб тебе по бокам было видно ну да обалдеть а чё тут хитрило ну я так не догадался бы ну здорово чё а у тебя один монитор или или как один а чё 2 хочешь было бы неплохо это я тоже думаю я и 3 сейчас хочу ты знаешь сейчас ведь реальная тенденция такая пошла то что ну как сейчас давно уже пошло что киношки значит широкие экраны я думаю игры тоже там в приоритете ну так как бы видишь да с боков враги там как больше охват получается да и вообще зрение то у нас по большей части горизонтальное да и видение поэтому я вот например на конкурс там сейчас делаю работу я и прям специально вытянул пошире чтобы для себя чё-то новенькое сделать новый формат так скажем два раза длиннее чем я раньше рисовал так сейчас тут еще вопросы скажите 2018 фотошопе зажатым альтом на другом документе беру цвет так сейчас я пока прочитаю чтоб тебе не грузить этот долг если на одном окно делать документ как риф так мы мэйк фейк пишет короче говоря технические проблемы у человека что он у тебя сейчас какая версия фотошопа год вот он короче говорит по и в 2018 ну вот эта версия зажатым альтом на другом документе он берет цвет но пипетка да вот в открытой там вкладке у него к примеру есть он берет цвет и фэш и фотошоп переключается на этот документ 4 не понял конечно он переключается сначала переключаешь сам на этот документ и берешь там цвет но есть да ну то есть я рисую на одном документе а рядом окно делаю а да с другим документом как риф старом фаше такого не было короче чувак сделал два окна он их как бы сказать судил так полу свернул что ли вот и он хочет брать пипеткой чтобы у него не переключалась на другой фотошоп что ты можешь сказать если у тебя был такой опыт я даже не знаю просто не делал но вообще-то да пипетка это конечно хорошо если там ты хочешь очень быстро тебе нужно прям очень быстро что-то сделать сдать но в перспективе лучше конечно учиться брать на глаз и пусть ты не возьмешь один в один зато ты лучше будешь ориентироваться цветовой палитре то есть в этом квадратике и ты уже сможешь со временем без так сказать дополнительных референсов делать это потому что тоже запомнишь где как сказать в какой точке находится нужный тебе цвет если берешь там допустим цвет золота да или цвет кожи давай так цвет кожи ты берешь ты лучше запомнишь если ты будешь сам его брать а чем пипеткой потому что пипетка это значит что ты будешь стоять на месте в этом плане да не будешь развиваться а если ты будешь каждый раз сам брать со временем ты начнешь брать его все более точно точно а потом и вовсе референс тебе не особо нужны будут так привет да всем вновь прибывшим иван стан спрашивать можно о своих кистях рассказать но расскажи иван расскажи о своих кистях ты кстати тоже можешь чем можешь рассказать какими кистями чаще всего пользуешься может быть и там три самые основные назови вот такая щетка так текстура это покажи именно еще две которые ну просто визуально примерно такие же слова а приблизительно видно я тебе просто скажу смотри у меня поскольку экран меньше чем у тебя у меня не такой широкий у меня твой экран еще меньше поэтому да вот так вот супер так даркой крупный холст есть давно уж и спонс чтобы они были с динамикой цвета и не все похожи шершавые понял то есть что было фактура ты имеешь ввиду шершавая да я сейчас сделаю тебе побольше твой экран так что если чё ребят не пугать так я думаю будет получше так окей понял тебя у меня вот например просто по кистям я выделяю несколько типов одна там шершавая другая как это называется ну полосками такая будем так называть вот третье там ну круглая мягкая потом круглая жесткая вот потом какая-то типа как карандаш то есть имитирует карандаш в принципе и их действительно не очень-то много редко бывает что там нужно кисть цепи или еще чего не такого потому что ну цепь можно нарисовать до любой кисти чем больше ресурс чем меньше кисти в принципе да а ты создавал эти кисти или ты где-то скачал если чё ребят мы завтра а давай а приблизь еще она вот полосочки как раз если чего выложит свои кисти завтра я думаю сделаю пост всего кистями сможете попробовать поюзать вот какие-нибудь я думаю вам точно зайдут а ты пальцем или микс кистью пользуешься вот такими кистями а то мне показал что как будто ты где-то на своих работах брал грубо говоря тоже вот это вот кисть с полосками да и вот так вот смазывал немножечко они просто из-за того что понял так думаем гузаев пишет привет всем опоздал используйте фото ваша или все ручками рисуете очень живописные работы давай вкратце расскажи как ты у нас все ручки рисуешь используешь ты фото ваш всегда или ты там или в каких-то исключительных моментах по ситуации не всегда используя но не брезгаешь на вашем так окей так туман 10 отжимания за опоздание так иван стану пишет наоборот чтобы владимир рассказал о своих ну да он рассказал своих кистях так чуть даже не хочу заглядывать свой список вопросов хочется так поговорить как ты думаешь вообще чего главное художники какое его качество целеустремленность но давай пример какой-нибудь знаешь прикол в том что несколько недель назад проводил вопрос спрашиваю ребят какие у вас проблемы вообще давайте можете здесь поплакаться я тоже там галочками тыкну какие у меня были вот и все в основном знаешь какая проблема первая по моему что у них не растет скилл и вторая то что у них значит не могут монетизировать вторая там по количеству до проголосовавших за это третье нет вдохновения вот к чему я это говорю вот ты расскажи как это вообще как развиваться чего делать в такой ситуации я даже не знаю а ты сталкивался с этим очень редко не но в принципе всегда хотел делать игры не понятно дело что бывают периоды когда не хочется ничего делать я думаю что просто отдохнуть соглашусь так что ребят вместо того чтобы так сказать вот кстати говоря да хорошее будет сравнение наконец-то вчера у своего друга андрея узнал там как лучше качаться да там вот это все вот допустим если хочешь сделать больше отжиманий значит тебе там идешь что он повышаешь с каждым днем а потом опа ступор и ты не можешь преодолеть эту отметку так вот в этом случае рекомендуется назад откатиться на 5 под на 5 повторений допустим ты делал там 20 от твой максимум до откатился на там назад на 15 потом опять 15 16 как это связано с рисованием для точно так же если вот вы уперлись уже как бы не можете да у вас уже не придет не хочется и все в этом духе откатитесь молясь назад и потом опять нарастаете и тогда вы преодолеете свою отметку ну поджиманием до можете преодолеть а можете как раз по рисованию вот это вот творческий кризис или еще что-то в этом духе не загоняйтесь как минимум ну и да отдохнуть нужно потому что все хорошо в меру если рисовать целыми днями и ночами ну просто тошнить будет от этого вообще кстати подписчик тоже там писал что типа мотивация типа лень и это же есть мотивация он что-то мы такой там спорили на самом деле если вот вам конкретно лень рисовать это как раз отсутствие мотивации потому что как таковой ленин нету просто вы не видите в этом смысл допустим сейчас рисовать вам не хочется вы не понимаете зачем вам это надо вот а если вам скажут давай допустим эти сейчас 1000 рублей за это дам смотря зачетом там 10000 ладно вот тут сразу появится лень куда-то улетучиться сразу все захочется вот поэтому все-таки подумайте для чего вам это надо если у вас там нет мотивации вы чего хотите добиться может вы хотите там внимание девочек думайте что рисование вам это поможет поверьте я проверял ни хрена это не поможет поэтому если вы рисуете для этого конечно у вас не будет мотивации но если вы там не знаю очень любите выкладывать мысли из головы куда-то да как сказать визуализировать их вот так вот чтобы другие еще у вас увидели посмотрели какие у вас мысли вот тогда это поможет напоминайте себя об этом и тогда у вас быстрее пройдет этот ужасный депрессивный момент так ну у тебя знаешь это рендер такой вот прям чисто 3d шный когда у тебя там нижняя часть уже от рендерилась а все верхней еще в пикселях такие в это кисти взял жесткие там для деревьев ровля как будто пикселя так так все таки я заглянув свой список вопросов я уже тебя блин столько поспрашивал что сейчас будет сложно найти ребят помогайте своими вопросами в комментах когда у вас еще будет такая возможность тут такой есть опасный вопрос но я пока другие не нашел даешь ли ты фидбэки это и и вован быстро выключил стрим только ребят предупрежу сразу по опыту ответит он вам через полгода ты понял о чем это вот кстати ты чё куда-то уезжал или ты вообще артстейшн не смотрел интенсивно тебя работа была я даже не знаю как то там если это если это настолько было тяжко кстати вот расскажи свои ощущения до до геймдева и после геймдева вот то есть ты поработал какое-то время расскажи чё было твоими так сказать фантазиями да а чё и какая суровая реальность ну или не суров не суровая да в принципе все так же к себе и приступил единственное что не всегда получается делать то что хочется ну то есть просят немного в другой тематике или техники исполнения или и то и другое и то и другое понял так куда стоит выкладывать свою работу иван спрашивает а еще ну как instagram да наверно артэшн инстаграм да сейчас ну да вообще у тебя был такой допустим что ты набираешь как-то подписчиков и тебе среди них попадались заказчики но просто у меня редко это довольно таки ну вообще не знаю где у тебя какой опыт был можешь поделиться и чё писали на артстэшне тебе капец мне вообще никто на артстэшне по-моему ни разу не писали а не 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 сегодня написали а нет это не не к тому написали ну короче говоря чё писали это русские были ребята нет вообще круто те иностранцы писали что хотели концепты а ты хотел ты им сказал да ну здорово через какую систему оплаты вы работаете через обычный банк приватбанковский наш свист платежу они его знают они знают вообще слово такой приват да у них это без вообще как можно было назвать приватбанк у меня есть честно говоря ассоциация немного но с каким-то там приватными вещами всякими просто о чем думал банк когда так называл ну в принципе понятно о чем уже все же для меня это странно как тебя угоразило ты для для работы завел там или чем где-то государственный банк приватбанк еще и государственный ё-моё ну ладно это тоже без комментариев ладно бы там частный был бы ладно да раньше был частным приватным ну в общем весело у вас там все ладно насколько иван опирается на референции или все же предпочитает свою визуальную базу туман спрашивает я всегда опираюсь стараюсь опираться на референс вот сейчас какой ты смотришь референс мне интересно короче ты уже от слушая ты наверное когда-то рисовал поэтому референс наверное ну то есть я имею такую тучу да я был из головы так наверное не взял потому что я редко вижу такие тучи вот а ты короче говоря ты рисовал такой или нет то есть ты просто частично как бы вспоминаешь как это было и таким образом уже откладывается в голове уже это правильно надо смотреть сюда на референс повторять элементы по-другому просто никак не получится пытаться все с головы копать полностью я тоже думаю да там можно как минимум велосипед и сбрести у меня такое было сто раз когда я там рисую чего-нибудь а потом говорит о это типа редизайн вот этого я думаю чего кого смотри думаю блин и правда похоже слушай а у тебя тучи снизу подсвечены тепленьким это как раз я так понимаю это отражение от поля или как и не осмотрел от по центру тучи там такая тепленькая но во всяком случае мне она часто кажется уже у меня может быть просто программа поэтому там таскать она мне затемняет специально так вот просто интересно было узнал такую вещь тоже еще давно что небо облака сама снизу тоже подсвечивается полями там зданиями домами чем угодно то есть это не настолько недосягаемая для света объекта и смотрится прям обалденно ну да особенно если от поля отражается там конечно вообще прям цвет а вот у этих как у старых мастеров там же еще такая часто эффект использовался когда рябь в голубом небе с бежевыми оттенками такими прям мазками бежевыми и по-моему у тебя в работе тоже я видел такой эффект я даже уверен что он тебя там был такой эффект ты понял проказать посмотрим небо у нас голубое допустим да но мы его так видим художники они специально для контраста в это голубое небо чтобы оно не было монотоном однотоном да они добавляют бежевый случайно как будто бы мазки ну грубо говоря как будто холст просвечивает да вот я сейчас как раз тоже про него и ты так делал да уже когда-то помимо неба где еще можно это использовать сюда коричневый этот и рыжий добавлять траву обычно траву так вот тень делают я стараюсь и делать красный и увеличь немножечко чтобы мы увидели на темных участках она беззаметно да 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 обалдеть а так а рыжий это получается ну как бы сказать чистый эффект это не земля до или чем это все-таки земля вот то есть я имею физически это объяснить можно или это чисто визуальный эффект такой живописный ну в принципе я понял то идея я всегда эти моменты замечал в работах шишкина или не просто так я анализировал работы такие моменты почему там постоянно я замечал этот рыжий цвет другой слушай надо будет тоже да поанализировать их потому что я думаю довольно интересно выяснилось потом что у них просто кофе было нам пролили или еще чуть-чуть там решили замазать а вам все художники взяли это за основу что типа так и нужно сделать так спрашивает тумен уже спрашивали про образование ивана до спрашивали иван дизигнер ну как хотел сначала стать дизигнером как и я потом мы что-то оба перехотели вот решили стать кем-то покруче вот значит по работе текущие чувствуется академичность как это знаешь магистр йода сказал чувствую академичность а ты стадики какие-нибудь делал то есть ты как получается ты не делал статики да ты делал просто опираясь на референции но что-то свое наподобие открыл работу посмотрел я запомнил какие-то моменты пытался сам так сделать вы понятное дело поглядывание не так чтобы я копирую как думаешь какими кистями пользовались шишкин и и 2 как-то назвал до левитан чего них там на кисти были круглые круглые знаю щетки да мне тоже кажется что текстурные да в том-то и прикол мне знаешь вот кажется ты хоть и сказал да что главный навык по твоему мнению это так сказать целеустремленность что ли дойти до конца вот здорово все-таки когда еще есть голова на плечах да чтоб прям анализом заняться потому что вот анализировал это видно видно что ты реально извлек из этого анализа такие вещи особенно с учетом того что ты даже стадики не делал но все равно то рисуешь ну как бы да на их уровне плюс-минус ну мне издалека знаешь что-то еще пиксели через дискорд небольшие поэтому нет как фотка вообще но все же анализ я к тому что анализ он очень многое решает потому что если человек умеет анализировать он значит будет двигаться дальше если он не умеет он конечно будет там типом да я смогу я смогу но он сможет тогда с помощью курсов там допустим на тоже как вариант обходной путь такой но голову конечно нужно прокачивать в плане анализа смотреть анализировать разбирать каждый момент все что непонятно я вот так делаю допустим мне непонятно вот эта вещь да значит я проанализирую и сделаю стадик на нее вот и таким образом я уже какой-нибудь сложной иллюстрации и и как орешек щелкнул и все будет нормально ну то есть вот такой подход что тяжело тяжело в учении легко в бою тумен значит прислал сообщение палец вверх и улыбающийся во все зубы смайлик что ты можешь сказать по этому поводу не знаю ты с ним согласен или у тебя есть свое мнение по этому поводу да я так уже не просто выигрываю себе время чтобы еще вопросы для тебя найти потому что мы так нормально обсудили уже ну да я кстати хочет я могу перерывы дать пока я не знаю может быть у народа есть какие-то вопросы на которые смог бы допустим я ответить а ты бы сделал какую сложную вещь или там взгляну как-то свежим взглядом пока народ давайте самые интересные вопросы самые полезные какие у вас сейчас проблемы пишите мы как раз можем обсудить час вдвоем мне кажется интересно будет но помимо того что у вас там не растет что-то там вдохновение нет это мы это уже обсудили так 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 а я пока еще свои вопросы а вот какой все-таки художный секрет помимо фото башен повлиял на тебя вот так что туда пошла вот сейчас я теперь после того как я это узнал сейчас моя работа как-то получше будут вот именно вот эти моменты следом так это которые рябь в цвете это которая рябь в цвете идет или коричневый цвет серый то есть такое цветовое разнообразие чтобы не было да но при этом это конечно в меру да надо делать она может быть этюдом там не знаю не очень детальным но надо будет реалистичным все равно не можешь за детали там очень сильно несет меня не будет этого разнообразие цветов и кстати проще всего эти все моменты изучать атонсировать именно на таких серьезных работах там сильно про деталями старых постеров лучше лизировать ты вот поясни до крупные мозги проще понимать это все как она постаралась как художник это все оттавливал к работе своей я соглашусь да действительно работа не выходит как-то на новый уровень когда все не просто залито допустим вот зеленым да а вот как вот он сказал в начале то что я сначала ну это вова говорит что я сначала заливаю там землю да а потом уже траву чтобы могла просвечивать немножечко земля это разнообразие потом также можно вносить разнообразие по насыщенности этой травы то есть она может быть более насыщенная менее насыщенная то есть серый уходить аж даже в некоторых местах и конечно же она может по самому спектру как бы сказать смещаться вправо-лево там теплее холоднее где-то светлее темнее по тону ну короче говоря во всех направлениях может она смещаться от меня только маленькие рекомендации кто если хочет таким методом пробовать старайтесь сказать сильно не разбивать всю эту траву на контраст и чтобы все-таки она выглядела травой целостной более-менее издалека вот как вы час вот вова рисует выглядит ну целостно понять что это трава вся если вы переборщите тогда это будет как будто разные вообще сорта травы там в одном месте все собралось это будет конечно уже перебор поэтому все хорошо в меру так еще вопрос от тумана а технически простой вопрос какое разрешение данной работы напомни у нас по моему до 2 4 на 3 там что такое было по 4 700 на 2 300 внушительный размер на самом деле то есть по моему больше даже если там хочется прорисовать супер детали мне кажется больше даже не нужно а вообще какой у тебя примерно такой и остается размер так хорошо как ты считаешь вообще твои твой стиль понятное дело что все таки есть да у каждого художника со временем формируется какой-то стиль как ты считаешь какие фишки в твоем стиле отличает тебя наверное вот этот момент схожесть со старыми мастерами со старинности ты говоришь ты говоришь со старинности работы или или мне послышал схожие со старыми со старыми мастерами ну так или иначе ты знаешь сейчас не довольно редко я встречаю таких людей которые примут рисует как старые мастера то знаешь самое прикольное что если вы мне кажется жил в те времена но ты бы просто они все за своего посчитали сразу хочу сейчас бы они потом распяли всех концепт-художников там кто чё рисует там а вот такое слушай да ты наш братюня прям точно так сейчас еще посмотрим как ты думаешь формула роста у тебя какая-то выработалась помимо анализа работ как чтобы ты мог еще посоветовать что ты делаешь ну возможно ты там консультируешься с круто нами по работе возможно ты берешь фидбэк там я не знаю от зрителей а можете сейчас а ты уже ты пробовал уже в 3d в каком наш чувак я тоже блендере делаю очень клёвая прога ты в каком сделаешь 28 или 279 28 28 это вообще клёвая версия ребят блендер если что бесплатный попробуйте скачайте скоро будет очень скоро в августе по моему будет уже так сказать не бета версия нормальная версия блендера достаточно сильно удобно да соглашусь потому что 289 такой трэш я не знаю кто там чё мог делать но вот когда 28 перешел я вспомнил свой любимый архикад которым я в универе еще работал вот и мне прям все интуитивно понятно все удобно все хорошо поэтому ребята кто хочет 3d попробуйте блендер ничего не потеряете очень полезная программа так хорошо поэтому мы поговорили а вот давай такой более философский вопрос вообще какая твоя мотивация мы же они сегодня говорили и к чему-то вообще стремишься почему ты рисуешь вообще и к чему-то хочешь может быть прийти и вообще для чего тебе это надо не всегда хотелось сделать так только это двигало так а ты им пробовал писать может быть у тебя был бы шанс я не знаю поработать с ними а может быть их замотивировал бы новую часть сделать потому что еще что то они вообще выпускает новую часть или чё я просто не в курсе что там будет реально новая часть stalker будешь играть слушай ну мне кажется обязанным сказать ребята я благодаря вашей игре вашим стараниям за но я серьезно прям начал рисовать я хочу с вами работать скажите чё мне нужно сделать чтобы с вами работать я буду подготавливать портфолио за развивать скиллы необходимые вы скажите я сделаю и мне кажется вариант все сто процентов возьмут не обязательно с ними работать я имею ввиду что даже свое что-то сделать а ну то есть ты ты все-таки планируешь реально сделать что-то ну какой-то свой проект ладно хотелось бы мне очень даже кстати сейчас интересует инди геймдейф ммм так очень мне нравится тебе наверняка уже писали по инди проектам сдавить чё писали чё предлагали проекты разные ну конечно же за бесплатно ну да в принципе они по-другому но ты так ни с кем по сути не захотел работать потому что не было похоже на сталкера или чем нет по сути просто не получилось короче ребят у кого есть инди игра пишите ему особенно если у вас на сталкер похоже я думаю у вас все получится ну кстати говоря согласись круто же да сталкер схемам я новым уже сейчас кстати знаешь да что вот это вот сталкерские там походы туда-сюда это экскурсии это со временем число только растет людей там сериал выпустили потому что я вчера только ролик смотрел там передачу говорили то что интересная это припять очень растет всем интересно потому что но опять же влияет масс-медиа на это все поэтому я думаю что в скором времени по-любому кто-то увидит что такой спрос охрененный и кто-то скажет блин ребята значит сериалы есть там кино есть игра есть на компьютер ну а чё бы нам допустим на ту же самую мобилку даже не сделать прикольную игру в которую смогут поиграть все желающие и мы там срубим кучу бабла мне кажется тема такая актуальная что обязательно делать тема срубить кучу бабла но это кстати вот 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 кстати а мотивация допустим к чему ты хочешь от прийти в конце вот как вся через пять лет к примеру видишь но вдруг ты смотри через пять лет уже говоришь ребята давайте свою инди игру создадим и с такими фонами чтобы там реально под старых мастеров мне кажется графика она сыграла бы свою роль определенно конечно говорят что типа графика не решает но все же какую-то роль она бы точно сыграла мне кажется если ты нависал фан-арт по сталкерской зоне вот тоже живописно вот так вот как будто их старые мастера сделали мне кажется еще было бы прям топ арт-стейшена как минимум так тут пишет ой я тут не прочитаю очень странную букву короче аян пишет владимир мо царь батюшка не велите казнить мо царь а тип это царь ну в принципе тоже не казнишь ничего я так понимаю еще один опоздавший просто 10 отжиманий у нас сегодня без казней так make fake пишет как настроена чувствительность к нажать к нажатию у гостя самих драйверах самих драйверах этот планшет имеется туда на максимум а у тебя чё за модель а вы сколько там уровней нажатия но если само слово про то мне кажется 8000 не меньше я на принципе это ладно здорово у меня тоже какой-то intus я не знаю про он не про так ничего ребят давайте у нас еще полчаса примерно задавайте свои вопросы потому иначе будет поздно мы будем спать и уже отвечать быть некогда так то я значит я читал а первая работа у тебя какая была она заказ если или она и была мышки на заказ ну и как тебе вот эти впечатления от первого заказа понял а вот смотри я так понимаю ты хочешь делать так 3d ж куда ты хочешь переключиться на просто смотри у меня такой вопрос помнишь я тебе говорю что наверное ты не пейзажи хочешь делать потому что на пейзаж понятное дело да там накидал деревья они как хочет могут расти да по-разному вот а в 3d его пихать но смысла нет там будет рендериться дольше ты быстрее уже нарисуешь каждый листик там вот все таки чё хочешь делать с помощью 3d вот у тебя видел на артстэйшене картинка вид сверху поле зеленое и там три такие баллистические пушки или так там называют это 3d было да это в лендере было а покажи да покажи людям чтобы тоже в теме были вон она да вот так вот ребята так сразу не скажешь да здорово чё прикольно показал как машины где ехали то есть такая небольшая история да то есть более больше правдоподобности привнес вот такими вот деталями которые показывают когда оттуда люди добираются чё там делают так что прям берите на вооружение ребята я смотрел референс просто как выглядит земля всегда в таких полосках дороже и здесь тем более если какие-то орудия то по-любому здесь очень много людей топтались нужно показывать тоже часть да я согласен потому что тоже читал совсем недавно где то что когда вы делаете детали правда ну такие показывающую историю до показывающая почему а чего как вообще каким образом здесь это все происходило когда вы задумываетесь о таких вещах у которой вроде бы как не нужны на первый взгляд но они реально добавляют достоверности потому что уже кого ты считаешь понимаешь что все нормально если бы они просто были в поле в зеленом тогда бы непонятно было чего они там вообще делают как они там оказались приземлились ли они там с воздуха но тогда были бы ритвины нет видать просто так из ниоткуда взялись вот в таком случае поэтому лучше покажите небольшую дайте зацепку зрителю чтобы нужно сам домыслил как это произошло с вашей подсказкой 4 и что-то я еще хотел сказать и забыл ладно еще пока посмотрим а так вот ты хочешь значит иллюстрации какого делать архитектуру наверное интерьеры и что-то типа может быть механики типа как вот это вот техника да слушая тут просит тебя погромче сделать немножечко индустрия этого требует по-любому всем это неважно что ты хочешь делать если у тебя есть на вооружении ты всегда будешь приоритить даже если ты чем-то хуже примеру там кого-то художника примерно равного так я попытался у себя тебя увеличить громкость ребят я надеюсь сейчас нормально скажите как там владимира слышно вов а ты пока расскажи что-нибудь интересное даже не страшно сейчас этого было достаточно мне кажется сейчас я все музыку тогда уменьшу еще потому что эти увеличил громкость так ребята ждем обратной связи сейчас кажется владимир ничего не говорит ну нормально слышно я думаю в принципе я сейчас уже увеличил потому что он уже все должно быть нормально окей пишет уже лучше суперски так ну чё я тебе могу сказать что ты уже нарисовал пейзаж за это время не ясно как ты это все успел ты скажи вот ты специально сделал размытие слева вот где-то сейчас рисуешь да вот и сделал чё че у коруски где композиционный центр где у тебя деревья побольше да да так вот расскажи почему ну как бы левая часть уходит так с поля зрения и он нужно более такую плавность тем более погода такая как бы полутуманистая чем дальше объекта тем нужно их делать какие-то размытые поинтересные чтобы был центр внимания на одном объекте то что если она будет резкая взгляд не будет концентрироваться ну вот кстати говоря один из живописных приемов которым пользовались часто старые мастера они тоже размывали то что не нужно да и прорисовывали получше давали четкость там где нужно так что опять же хороший прием здоровский работает главное как камера до фокус там начата нам макросъемку там только здесь да здесь это можно списать как бы на то что это не эффекты какие-то не камера то что там реально пасмурная погода высокая влажность там грубо говоря туча опустилась и до такого уровня где-то можем приукрасить во имя так сказать лучшего восприятия картин здорово с учет на того что я не вижу особо похожего рефа по сторонам у тебя обалдеть ты кстати не думал что когда-нибудь можно было бы это все распечатать все эти пейзажи выставить пару мазков сверху сделать и в такой знаешь золотую рамочку там просто выставка мне кажется раскупилась бы еще до открытий нет а почему смотри вот такое ну ладно просто допустим выставлять да просто сказать ребята у меня накопилось там примера там 30 пейзажей мне кажется для выставки там 30 это время вообще за глаза даже и можно было бы устроить выставку имени тебя на да в твоем городе увеличилось предложение спрос тоже подробно возможно вот пишет да можно просто распечататься на холсте с эффектом по маслу и готова ну причем причем пейзажи твои довольно спокойные ну вот когда тучи они наверное в интерьере не очень да но если такие вот брать с ясной погодой то они как правило очень хорошо заходит как на календари и так и на так сказать вообще картины в интерьере по какому принципу это работает если допустим вы будете изображать не знаю скатывающегося лыжника или бегущего человека это конечно в интерьере будет смотреться ужасно потому что это как-то все время действие это какой-то все время напряг это хорошо один разоглянуть но не целый месяц наблюдается на календаре даже на том же самом а на картине которая висит подавно поэтому пейзаж для интерьерная для интерьеров он рекомендуется всегда делаться ну максимально простым ясном и умиротворяющим чтобы он был как можно спокойнее и ненавязчивее в интерьере опять же не было таких вот ярких акцентов ну и давай гамме имеют чтобы она тоже была довольно спокойно вот это так мысли слуху так этот это ты там речку делаешь прикольно то что издалека смотрится целостно ты вообще часто приближаешь по-моему ты ни разу не приблизил холст но дело в том что мне на мониторе сейчас не очень большим я вот так вот частенько я все равно делаю ладно не ну ты а рисуешь ты обычно вот в таком небольшом экране тебе по сути можно знаешь что сделать все еще можно сжать photoshop и больше рефов в твоем примере ты не увеличиваешь доход что потом деталь прорисовать я постепенду приближаюсь код определенный вот что здорово то что ты работаешь ну как сказать последовательно потому что не так что кто-то кинулся в деталь там все зарылся там потом отдалил и ужаснулся ты работаешь реально так вот знаешь начал с маленького скетча потом еще чуть-чуть поближе потом еще чуть-чуть поближе и прям и на каждом этапе реально работа выглядит закончены это что очень ценится да 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 очень здорово получается то есть сам процесс вот я к чему что подписчики обратили на это внимание чтобы пытались как можно дальше откладывать увеличение холста прямо увеличивать его в самой последней очереди но когда реально вот как правильно вова сказал что когда уже неудобно становится прорисовывать ну неудобно блин вот тогда уже увеличиваете а если есть еще чё прорисовать там как бы в таком отдалении тогда лучше над общей работайте побольше основы так скажем детали всегда успеете там доработать а вот основу переделать потом будет очень тяжело если чё так пишет игорь насколько легче найти работу прессования окружения чем концерт персонажей в украине можешь еще раз повторить вот смотри чё легче давай лучше я так дословно насколько легче найти работу по рисованию окружения чем концепт персонажей в украине концепт художнику по персонажам проще почему мне кажется сейчас в виде людей фото башни окружение ну его площадь это башни выйти с него что ли просто знаешь очень распространенное мнение что вот во всяком случае в россии я понимаю что вопрос был про украину в россии концепт художников персонажей просто там жопам жуй как говорится очень много там там не знаю на одно место 10 человек как минимум мне кажется претендует уже просто я вот как думаю да что мы начинаем рисовать когда мы начинаем с этим и рисуем чё навряд ли мы рисуем пейзажи да мы рисуем скорее всего человечков потом увидели мультики какие-то нам понравился какой-то герой мы начинаем его зарисовывать или что-то в этом духе вот и отсюда персонажников ну как-то им просто легче это чем там о перспективу выстраивать это жопа там сложно все это очень вот ну понимаешь да вот плановость еще как сделать так чтобы это было как бы глубокая картина не так что там все вот слишком плоская мне кажется просто в связи с этим как раз персонажников и больше и что ну как бы сказать круче наверное да если там игра вышла какая-нибудь да ты знаешь главный герой в этой игре это я его за концептил чем если сказать ты знаешь я локацию там за концептил для этой игры они скажут ну чё там я по ней пробежался да и забыл пробежала собирала следующее этим персонажем всю игру я бегал зато вот и все хотят наверное быть вот такими крутыми концептерами художниками персонажей ну если в украине по-другому здорово ну в любом случае да на скидку ответ да может быть там просто ты чё-то слышал там видел но если нет ничего страшного так туман пишет может иван показать что и как расположена по слоям на этой работе кстати давай интересно посмотреть если честно если честно вон так от меня первый свои затенения в третьем плане дальше вот а ты давай просто отключи все они у тебя все включены были кроме первого сейчас хочется просто чтобы как бы сначала да с белого листа как оно постепенно шло прям посмотри вот сейчас всех отключи пока а потом будешь вот так вот медленно включать их на так будет интереснее капец машина времени да скетч на показ ага так какой он ужасный ну почему знаешь многие хотят так рисовать так это было затемнение неба за этим скетчем по моему так потом пошли фотки на коричневой земле потом да пошла трава которая была сделана из фотки земли с вырезами небольшими так потом быстро вырос лес небо вот и колор доджем осветил эту или чем перекрытием перекрытием а как высветил в центре что больше акцент сильный взгляд кидался так потом добавил еще травы стволы деревьев прорисовал сами деревья все да по моему а чё там еще размытие по моему добавил да по краям и тень добавил на передний план но в целом да то есть получается накидал такую основу а потом добавлял контрастов в нее ну то есть высветил дорогу затемнел передний план чтобы она издалека смотрелся еще более контрастно ну да ну да ну по сути как раз кстати говоря вот что я сейчас описал да ты средний план высветлил а передний затемнел ты показал большую разницу между передним и средним планом то есть не знаю осознанно ты это сделал или нет но вот прям реально заработала картинка я всегда так стараюсь делать мне нравится просто прием либо передний план высветлил и затемнелись сильно угу либо наоборот ну да вот можно так пробовать примерно запросить так сейчас смотри magic и тучи закрыли все кстати говоря уже сталкерская тему пошла у них там тоже всегда пасмурно и страшно а ты чисто белым высветляешь обычно или ты каким-то там нет вот желтого желтого ты сейчас это слышь свет от фар машин может быть еще чего-то там у зубака только не хватает вот как круто сейчас ты показал как можно несколько так сказать движение сделать и практически полностью поменять ощущение в атмосфере сейчас она стала реально страшнее вот мне жутко это очень круто выглядит и очень жутко как будто там реально машина приехала таким я способом делал в своей последней работе передний план я высветил а пока что я я не сильно стемнел заднюю ну в целом да читается конечно разница по планам очень клёвый эффект еще есть такой цветовой эффект тоже прикольный когда допустим на переднем плане да там ну к примеру холодное освещение аутген там заднем уже теплое и как бы ты можешь перейти из одного пространства в другое и она так лучше читается потому что у него разный цвет вот чисто из-за цвета по сути ну естественно там будет промежуточно соединяться там освещаться объектом какой-нибудь который в средней зоне находится между ними да с одной стороны одним цветом с другой другим и таким образом они связываются еще друг другом то есть это все очень тоже интересно поанализировать посмотреть прям очень клево ну это в работах живописных старых мастеров можно посмотреть вот эти приемы если внимательно смотреть все оттуда я их брал кстати прикольно отдельная папка так пока собираю здесь работы примеру это одна эта папка где одна фотка у тебя работает ой заложено просто так получилось шел вот небо тоже прикольно она там было бежевая сверху снизу она была холодная какой-то то есть неоднородная вот принципе тот же самый прием только не сильно такой жесткий перед ней была здесь не сильно темно слегка и в принципе то же самое слушай а ты через пейнтер открываешь фотки обычно через стандарт ну да я просто думаю а то вдруг ты там рисуешь что-то выделяешь себе ну вдруг это все старые мастера да обалдеть 1960 ну как старые ну такие престаревшие да так что пойдешь на пленэр что ли маслом повозюкать не хотелось бы конечно не знаю как вот тоже интересный прием это левитан у него вообще видишь как за эти минусы у него по сути да задняя часть лесополосы высветлены блин на самом деле я прямо из дома там из окна когда смотрю вдаль у меня там горизонт открывается у меня там реально очень классный вид когда знаешь туча какая-то нависла причем что-то она висит очень долго уже несколько дней нависла над каким-нибудь дальним планом и где-то там просто полоска такая темная она все в тени то есть в этой полоске вечер а во всех остальных как будто бы день в местах то есть это вообще здорово смотрится на самом деле прям вообще поэтому ребят просто чаще обращайте внимание вокруг такая вещь творится красивая да прям реально обращайте внимание на реальную жизнь не обязательно даже работает для этого читы анализировать очень много прекрасных вещей и по композиции как там дерево растет допустим стволы деревьев там развивается тоже анализируйте всегда хорошо идете куда-то да видите кучу деревьев ну посмотрите вы же хотите там допустим научиться хорошо их рисовать ты вот кстати как деревья учился рисовать да так же смотрел вот так вот просто повторял ну вот да вообще да ну правильно ты на улице можешь встретить необычную дерево не хуже там чем в чьей-то работе просто на это нужно обращать иногда внимание я думал ты сейчас так скажешь да на улице может встречать встретить необычную девушку это необычное дерево похоже на дерево ну да всякое да можно встретить на улице но ребят реально есть даже если вы там человека какого-то необычного встретите вы можете поанализировать а почему такой необычный вообще этот это ты говоришь что там это собака лает а я думал ты чихаешь ну ладно прикольно ну чё а ты по сути закончил за это время даже раньше чем мы планировали там на 10 минут да ты сделал за там сколько час пятьдесят минут вот такую работу офигеть да ну ты как или ты так часто делаешь и тебе уже нормально мне не особо впечатляет результат но ну вот издалека то уж точно выглядит закончено я понимаю что там если приблизить может быть мазки будут видны кстати расскажи тогда а вот мазки как бы ты их стараешься оставить где-то чтобы они были видны или все-таки ты их как ты хочешь скрыть там не знаю например например у тебя справа да в небе у тебя там есть такой мазок отслеживается вот ты вот допустим уберешь или его специально оставишь ну в каких-то моментах беру ну да я хочу именно сделать сложно чтобы очень слишком детально а иногда бы мог бы скетч ставить работу вот как просто вот допустим новичок да вот он сидит и думает блин я тоже хочу живописного эффекта добиться а вот где бы ты посоветовал допустим детализировать а где именно оставлять живописные маски вот даже больше такой вопрос где оставлять живописные маски грубые такие поначалу лучше постоянно оставлять маски лучше оставлять работу такими статиками статиками делать этюдами как бы детальными масками разбивать полностью работу плановые части цветовые цветовые какие-то части делять понимать со временем можно детализировать если сразу детализировать не будет работать как должно дело в том что просто запутаться можно от частного к общему наоборот от общего я смотрю думаю да правильно говорит формулировка что-то не так да но на самом деле очень клево этюды делать а прям даже хочу поделать на пейзаже вот после твоего нашего стрима поделать отдельные этюдики мелкие без какой-либо вообще прорисовки проработки там вот просто чисто цвета композиция масса да вот это вот вся и никаких деталей вот реально клёвый совет я думаю ребят вы тоже захотите поделать поэтому попробуйте это реально штука очень классная в плане того что вы научитесь обобщенно сначала работать и на детали вам пока вообще не нужно будет переходить от этого работа ваших уже не станет она будет просто более целостный даже если вы не будете разбивать деталями и уже с опытом вы сможете там не знаю приближается так по чуть-чуть холст и детализацию добавлять больше потому что по сути детализация это та же самая работа вот сейчас вот вова показывал вот только в уменьшенном масштабе вот те же самые пятна та же самая композиция там внутри композиции вот но для начала чтобы как сказать это освоить нужно хотя бы вот эти этапы первые пройти так ну что 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 по-моему мы закончили давай расскажи вкратце давай дай просто совет один совет который бы ты хотел дать может быть себе когда-то начинал чтобы чтобы может быть сейчас кому-то это поможет да я довезу уже повторяться буду просто работать анализировать еще раз работать в принципе в принципе ты сейчас показал как раз что практики должно быть больше чем теории в принципе но на самом деле так и советуют что вы узнали вам потом еще чтобы это знание как сказать отработать вам еще нужно кучу практики больше чем вы потратили время на теорию я считаю так же да все эти моменты нужно закреплять практикой от одного анализа там разбора работ сейчас не получится согласен тут последний вопрос зачитаю тогда от подписчика и будем расходиться ребят вот вы когда рисуете персонажа какого-то прям с нуля его придумывая сколько времени уходит на полную работу на полную работу до конца давай ты жги ну если концерт персонажа он сколько два-три дня нет два-три дня я соглашусь да у меня просто бывает больше бывает ну меньше точно не бывает потому что думаешь ну а нафига если я так быстро сделал значит я недостаточно подумал а значит и концепт уже не такой уж концепт потому что концепт это идея надо идея уделить много времени ну и конечно желательно все таки до нормального уровня дорисовать эту идею потому что иначе ее просто ну и никто смотреть не захочет вот такое вот мое мнение Вова спасибо тебе за этот стрим очень много полезного рассказал офигеть что ты просто успел нарисовать не хилый не хилый такой эстервард мне очень понравилось очень атмосферно очень здорово и очень много полезного я для себя вынес я надеюсь что подписчики для себя также вынесли не меньше вот и тут в конце хочу сказать что подписывайтесь на ресурсы Вовины в предыдущем посте вконтакте вы это увидите вот ну так же на мои подписывайтесь чтобы не пропустить другие стримы с художниками ну и все будем прощаться всем пока тебе так же спасибо спасибо всем зрителям кто пришел все пока все суперски давайте пока всем